Из книги «Открытый моком» том 30. Тема Лапкин книги. Вопрос 4068. Как вы пишете стихи? Где берете темы для них? И с какой интенсивностью они выходят? Что влияет на написание их? Чем они вызваны? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что-то было утеряно. То, что до уверования, то есть до 162 года. Позже писал и что-то не сберег. А потом мне привозили газеты, даже центральные, где под моим именем были такие стихи, от которых я готов был отказаться. Настолько посчитал их выше своих способностей. Тема вызвана событиями, прочитанным. Но все выпрашиваю на молитве. Иногда напишу только одну или две строчки и откладываю лист. А вернусь к тому иногда через несколько месяцев. Хотя понимаю их и вижу, что тема сырая. Вот как это выглядит по годам. Восемьдесят девятый один. Пишу в основном рано утром до завтрака. Иногда в пути. Я читал очень много стихов разных авторов. Никогда и никому не стремился подражать. Когда тема уже высветилась, берусь за карандаш, чтобы показать уже известным то, что не сразу увидишь и что в прозе могут посчитать невозможным. Стихи пишу не потому, что есть потребность высказаться, а это самая настоящая проповедь в стихотворной форме. Не раз говорю, что абсолютно себя не мыслю поэтом, хотя некоторые знакомые пытаются так меня обзывать. Стихи должны легко читаться, по возможности даже напиваться. Настоящими поэтами современности считаю Расула Гамзатова и Евгения Истушенко. Лучшим из прошлых времен вижу Натсона. Семену Яковлевичу из Алтайских стихотворцев ни у одного не мог взять ничего. Почти всегда, прочитав целую книгу таких любителей, верш спрашиваю себя, для чего же они это писали, для кого? Особо не люблю Сетина Бокова, Волошина, Цветаевой. Сумароков и Бродский не видели своих читателей, а выкогенивались. Вычурно лопотали о незнаемом, чувствовали строку и романах роман, и соробрядец греханов. Но без рождения свыше всего у них стон и жалостливое нытье. Даже Маяковского при желании поскорее заснуть иногда читаю. Из иностранных считаю, что мне ближе всех нарекаться Григорий, Армения. Мы берем непроданные газеты и из типографий для тюрьмы. И потому все новое мне попадает почти в тот же день. Стихи всегда прочитываю построчно и сокрушаю, что такой пустотой заполнены журналы и поэтические страницы газет. Как образец для всех пишущих стихи по содержанию, псалтир Давида. Центральная книга песней Фиблии. Ей уже три тысячи лет, и она как будто только что из типографии. Шестьдесят три моих стиха наш брат Виктор Савченко положил на музыку. Играет на гитаре и поет. Стихи нужны для пользы души. Для слова Божия Бог не жалел сравнений. Словарь еврейский к слову устремился. День от дня сравнения только крепнут. К примеру, вот корабли стоят у пирса. Какая рыба, если не вот прорван, Закинуть сеть подручно рыбакам. С хорошей рыбой есть немало сорной. И грузятся трудяги под самые борта. Обещано с тех пор ловить и человеков, Из глубины морской достаток выгребать. Нередко ночью труд их до рассвета. Но то не лежебока знает, а рыбак. И семени Бог слова Божий уподобил. Бенецемян там плевел и терновник. Какая жизнь, где пустыня Гоби. На незасеянном попов умоют кровью, Весной распахивая тяжко целину. С надеждой сеют, ожидая дождик. Подкатит осень, есть на что взглянуть. Где хлеба нет, как зимовать, возможно. Без проповеди тесно не заквасить. Там староверческая затхлость, полный мрак. У меня токафисты, вся жизнь из Катавасии. Сон литургический тысячелетний храб. Без благовестия колено сонных перебиты. Страна храмцов слепых, вполне глухих. Тут не жидовские, но русские раввины, Хвалящиеся кучами традиции и трухи. А Слово Божие, живой источник, живой воды источник. Коростолюбцы сбились к разбитым водоемам. Баранафа, анафи, маликующий, столь сочный. Папа, мархиереем, где Божий глаз оплел. Рожденных свыше нет без благовестия. Попа, причастия грозится оживших отлучить. Дождутся, снова в лоб толоконный треснут. И до страниц евангельских осветят всех лучи. 26 ноября 2008 года Игнатий Лапкин.